Как лучше, но получилось так себе. Полицейский из Нью-Йорка нашел на улице брошенный мотоцикл гощика-нарушителя и решил круто доставить улику в отдел. Блюститель закона оседлал байк и газанул, но вместо полицейского участка приехал в больницу с короткой остановкой на ближайшем перекрестке. Проехал на красный свет, чуть не врезался в автомобиль и рухнул на асфальт, а мотоцикл укатился дальше и врезался прямо в черный бок дорогой машины. И все это за несколько секунд. В общем, то ли коп из парня, ну так себе, то ли же просто железный конь оказался уж слишком строптив, уж все вместе. Но падение было болезненным. У нового автомобиля из Германии характер тоже бойкий. Иван Зинкевич первым из российских журналистов протестировал это купе. Главной весенней новинкой для компании BMW стало купе 8 серии. И мы первые журналисты, получившие его на тест. Автомобиль пришел на смену двухдверки 6 серии. Он компактнее, а вот масса кузова увеличилась. И это несмотря на выполненные из алюминия двери, крышу, капот и моторный щит. Купе построено на модульной платформе Клар. Здесь двухрычажная передняя подвеска и многорычажка сзади. Тестовый автомобиль стоит 7 миллионов 343 тысячи 300 рублей. Конкуренты Mercedes S-класса купе Lexus LC500 и Bentley Continental GT. Интерьер выполнен в духе кроссовера X5 последнего поколения. Здесь новый для баварской фирмы дизайнерский язык. И если отдельно стоящий планшет информационно-развлекательной системы совершенно не смущает, то виртуальная панель приборов с тахометром, у которого стрелка гуляет против часовой, выглядит непривычно. Здесь удобная посадка, продуманная эргономика, да и к обзорности нет нареканий. Что касается заднего ряда, то из-за низкой крыши он не способен вместить взрослых пассажиров. В иерархии брендов 8 серия находится наверху, поэтому простых моторов на нее не устанавливают. Так, наша версия 840D снабжена трехлитровой дизельной шестеркой. Мощность 320 лошадиных сил, крутящий момент 680 ньютон-метров. Причем на пик тяги мотор выходит уже при 1750 оборотах в минуту. Это значит, что уже в самом начале хода педали акселератора автомобиль находится во всеоружии и готов к резким ускорениям и обгонам. Разгон до сотни занимает 4,9 секунды. Вполне себе спорткаровский показатель, особенно если учесть, что мы имеем дело с базовой версией. К приятным бонусам дизеля традиционно относится и скромный расход топлива. В ходе теста он не превысил отметки 10 литров на 100 километров. Автомобилисты ценят BMW не только за классные моторы, но и за отточенное шасси. Здесь 8 серия ожидаемо не подкачала. Адаптивные амортизаторы позволяют подстраивать характер под предпочтение водителя. Хотите ехать с комфортом? Пожалуйста. Желаете призвиться? Он охотно поддержит вас и в этом начинании. Покладистости способствуют подруливающие задние колеса. На малых скоростях они отклоняются в противофазе с передними, на высоких в синфазе. И никаких пробуксовок, спасибо полноприводной трансмиссии. 8 серия современный, высокотехнологичный и очень быстрый автомобиль. Поварцы еще раз доказали, что в этом сегменте они одни из лидеров. А далее неизбежность.